Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья. Все, кто только что ко мне пришли, звонился. Всем здравствуйте. А я вот сейчас нахожусь вот в таком бунгало, если это можно назвать, бунгало. Вот. И там ребята делают, выкладывают плитку. Вокруг такая красота необыкновенная просто. Подплывали дельфины очень-очень близко. Ну, а сейчас я хочу поговорить, вернее рассказать вам про подборку самых лучших лечебных чаев. Вообще травяные лечебные чаи, настойки, узвары, отвары, они к нам пришли из глубокой старины. Поэтому вот недавно мне девочка написала, когда она пошла в Германию, в Германии в аптеку, и спросила зверобой, и перекись на нее посмотрели так. Ей дали, конечно, но предупредили, смотрите, это отрава. Для меня, конечно, удивительно. Но в то же самое время для меня понятно. Потому что сейчас немецкая промышленность, фармацевтическая, она развивается как никогда. Просто как никогда. Все химические препараты, все самое лучшее считается из Германии. И, конечно же, им совсем, совсем не выгодно, чтобы продавались вот такие простейшие средства, как перекись водорода, или, например, какие-то травяные сборы. Но сами подумайте, раз они в аптеках есть, то, значит, они эффективны. Итак, всегда помните, что они пришли к нам из глубокой старины. И, ну, на примере на моем, я не пользуюсь многие десятилетия химией. Вообще стараюсь никакой. Поставленная на камеру, чтобы не трясти ею. Вот так вот повернуть. Будет красиво. Красиво и хорошо. Вот. И поэтому, дорогие мои, вкусные, мало того вкусные, полезные, травяные чаи можно приготовить всегда самим. Ну, например, самый простой, проще не бывает, это ромашковый чай. Вот такие солнечные цветочки, да, ромашки. Что они содержат? Почему она настолько полезна? Да потому что в ней есть солициловая кислота. Вот та именно солицилка, которая разжижает кровь. Меня спрашивали, ну, вот когда я в видео говорила о шиповнике, в этот момент меня спросили, а я сказала, что шиповник – это вяжущее. Но меня спросили, а что разжижающее? Вот как раз ромашка. Самая простая, потому что в ней есть солициловая кислота. Там есть никотиновая кислота, витамин С, эфирные масла, пектины, каротин, камедь и белки, и флавоноиды. В общем, если вы компонуете и добавляете, ну, допустим, сочетаете ромашка и шиповник, и еще туда кладете листочки малины, все, шиповник уже не действует как вяжущее, а вы получаете от него максимальное количество витамин, и плюс ромашка с малиной разжижает кровь. Замечательно! Поэтому этот чай уникальный и подходит всем, абсолютно всем. Еще ромашковый чай, он обладает успокаивающим, патагонным, противовоспалительным, болеутоляющим и седативным действием. Такой, лучше пить такой чай в теплом виде. Если вы добавите в теплый чай, но не в горячий, конечно же, а в теплый, одну ложечку, одну ложку меда на ночь, то для ребенка это вообще изумительно, просто изумительно, особенно 9, 10, 11 лет, если ребеночку. Великолепно! С малышами я старалась бы осторожно, то есть я делала очень слабенький раствор ромашки, ромашкового чая с медиком. Ну, чтобы, в принципе, сейчас есть памперсы, вы меня поняли. Дальше. Прекрасно теплый ромашковый чай с медом поможет справиться с бессонницей. Не забывайте, там ведь есть целециловая кислота, а еще со стрессом и переутомлением. Ну, кто там называет свое состояние депрессии, делайте чаечки вот такие, компонуйте, занимайтесь этим, и депрессия пройдет даже уже от того, когда вы начнете этим заниматься, и только вдыхать пары полезных трав. Это уже с этого момента начинается лечение. С момента компоновки, когда вы раскладываете по пакетикам, когда вы с душой понимаете, что вы кого-то благословите этими чаечками. А если вы добавите измельченные цветки ромашки и туда добавите одну чайную ложку мяты и мелисы, то вообще суперспокойствие. Никакие депрессии, никакие нервные скачки и скачки с давлением вам, собственно говоря, не страшны. Ну, а если вы к чаю, к черному добавляете ромашку, мелису и все, что я говорю, тогда не требуйте от такого чая ничего хорошего, потому что черный чай – это жареные листья чая, обработанные формальдегидом и прочими всякими химическими веществами, чтобы не было цвели. И с Китая транспортировка, время – все это не полезно. Вы испортите ромашку, вы испортите мелису, мятку, вы испортите все эти наши травки вот черным чаем. Следующее – это витаминный травяной чай. Измельчите горсть сухих плодов дикого шиповника. Шиповник – это то, что нужно собирать сейчас. Именно сейчас. Добавьте 1 чайную ложку чабреца, чабрец – моя любимая травка, и листьев земляники. 1-2 листика черной или красной смородины. Залейте целебный сбор кипящей водичкой. Вот и витаминный травяной чай, который подходит абсолютно всем, готов. Но такой чай будет с радостью принят любыми вашими родственниками. Обязательно благословляйте их. Так интересно. Я собрала чай и сделала. Отправила посылочку своим братьям. И, ну, естественно, туда положила всякое разное вкусненькое. И вы знаете, моему брату раскрыли этот пакетик, который я упаковала. Разобрали по частям, видимо, анализ проводили, что это за чаи. В общем, по всей коробке разбросали эти чаи мои, которые я укладывала. И в итоге мне звонит мой брат и говорит, Катюша, не надо мне присылать эти чаи, потому что на таможне или где там проверяют, или на почте, или еще где, не поняли, что это за травы ты мне высылаешь. В общем, вот так вот случается иногда. Впереди зима и зимний согревающий сбор. Конечно же, зимний согревающий сбор тоже необходим. Это этот сбор, о котором я сейчас буду говорить, он поможет вылечить простуду. Он повысит иммунитет, облегчит дыхание и кашель. Для его приготовления смешайте в равных частях шалфей. Надеюсь, вы его собрали. Ромашку, липу, чабрец, мать и мачеху, душицу и розмарин. И добавьте листочки малины, смородины, цедру лимона или апельсина. Все. Вот и готов зимний согревающий травяной чай. Ну, это так, травяной, цитрусовый, цитрусово-травяной. Назовем его так. Заварите лечебный травяной сбор в термосе. Вообще, все сборы я советую заваривать в термосе. Мне именно так подходит. Я люблю на всю ночь и на утро. Например, если добавляешь туда раздробленный шиповник, раздробленную малинку или раздробленный боярышник, то утром такой цвет необыкновенный. Ну, и до новых встреч, дорогие мои. Дай Бог вам здоровья, благословений и вашим близким тоже. Я люблю вас. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok